В 91-м году я стал чемпионом мира, тренер, с которого я в принципе беру пример, это Коженякин Валерий Яковлевич, который был здесь в Гомеле в свое время. Он может считать свою спортивную судьбу удачной, серебряный призер Олимпиады 2019. В 92-м году чемпион мира и победитель Кубка мира Сергей Смаль уже не только титулованный борец-вольник, но и заслуженный тренер, сумевший вырастить достойную ученицу. Мария Мамашук выиграла на Олимпиаде в Рио серебром. В спорт Сергей Смаль попал благодаря старшему брату. Тот начал заниматься и младшего подтянул в спорт, в котором Сергею уже 41 год. Со всеми медалями у Смаля связаны истории о подготовке и преодолении себя. В числе особенно памятных 6 наград. Самая значимая медаль с Кубка мира 1988 года. Это единственный старш Сергея в молодежном первенстве. Среди остальных это бронза с чемпионата мира в Японии. Когда проиграл схватку, я думаю, а как же дальше, если я медаль не завоеваю, я же больше никуда не попаду. В советские времена тяжело было куда-то поехать. Еще потом, если ты не проявил себя, не доказал, что ты можешь завоевать медаль. В 2021 году нашим борцам снова предстоит отправиться в Японию. И Сергей Николаевич видит в этом некий знак свыше. Что на Олимпиаде в Токио необходимо входить в число победителей и призеров. И в 1991 году я стал чемпионом мира. По сравнению с японской медалью такая простенькая, невзрачная. Но чемпион мира – это чемпион мира. Это не призер, это чемпион. Ну и, соответственно, к нему пояс чемпиона. Сейчас в данный момент их делает уже более такими объемными, как у боксеров. Что это так видно, что ее одевают на пояс, все красивенькое. Так что, ну, единственное, скажем так, ну, зато он есть. В этом же списке серебро с игр в Барселоне. Заслуженному тренеру до сих пор обидно, что не первое место. Вспоминать об Олимпиаде большого желания нет. Время прошло, медаль есть и замечательная, говорит наш герой. В его жизни были еще одни Олимпийские игры. На них он выступал в другом весе. Но там у него не сложилось. После Олимпиады, вот, наверное, тоже такая запоминающаяся медаль, что я переболел желтухой, долго не выступал. Но второе место на чемпионате мира, я думаю, точно тоже почетно после такого. Тем более, как-то тяжелый путь шел именно к финалу. Конкуренты были очень сильные. И я еще и травмировался ко всему прочему. Так что за выход в финал боролся почти на одной ноге. Там болело колено. И мне предлагали еще обколоть его в финале. Ну, я знал своего соперника, это Магомед Азизов из России. А он делал очень сильно скрестные. Это скрещивание ног. И там, я знал, если я один раз отдам, то он мне их просто отломает вообще. Если они будут, я не буду чувствовать, как говорится, боли. Это серебро напоминает смайлю, что даже после перерыва и перехода в другую весовую категорию он завоевал медаль и доказал, на что способен. Последняя в списке ценнейших наград бронза на лицензионном турнире на Игры в Атланте. Во второй схватке он травмировался и проиграл итальянцу. Для отбора на главный старт четырехлетия Сергей Николаевич должен был победить в двух схватках. Я еще умудрился стать третьим, еще за третье место, будучи олимпийского чемпиона. 2000 года выиграл Эльбруса ТДМ. И для меня это как такой показатель того, что я сделал. Кстати, на вопрос, что легче выступать или быть на тренерской позиции, Сергей Смай отвечает уверенно, легче бороться самому. Заслуженный тренер рассказывает, что когда смотрит на своих подопечных на ковре, у него нередко возникает мысль, а я бы сделал по-другому. На ковре ты сам проявляешь злость, еще что-то какие-то, совсем другие эмоции, чем углу. Тут волнуйся, сможет ли до конца дотерпеть, сделали ли действие. Или вот наоборот, вот сейчас возьмет и рассыпется, и все это вот какое-то ожидание, ожидание чего-то. А здесь ты уже стоишь там на ковре, ты знаешь, что вот я буду делать так, так и до последней минуты. Все. Ну вот когда это там прозвучало сирена, свисток, и судья поднял в руку твоей ученицы, все. Вот тут ты понимаешь, что все, да, победа есть. Женскую борьбу Смаль курирует уже более 10 лет. За это время у тренера со своими спортсменками появились свои соревновательные ритуалы. Налажена и индивидуальная работа. Одних перед стартами Сергей Смаль успокаивает, других раззадоривает. Если в его команду приходит новая спортсменка, тренер сначала наблюдает за ней. Коуч по борьбе не отрицает, что в каждой возрастной группе находятся спортсмены, которые не стремятся к высоким результатам. Ну что же как-то чувствуется, хочет человек работать или же не хочет. Такое же бывает, что говорит, да, а на тренировке вот так, спустя рукава работает. Значит, уже что-то есть. Ну, тут разговариваешь, ищешь решение этой проблемы. Я не знаю, как это объяснить, чуечка, но должна же она представить у каждого тренера. Если ее не будет, то как мы будем ощущать? Может, мы неправильно ощущаем то, что действительно происходит со спортсменом. Значит, должно совпадать даже потом, вплоть до того, что ты написал у себя где-нибудь в дневнике, что вот завтра будет вот так и вот так. И вот оно, если произошло, ты спрашиваешь, вот почему вот так и так произошло. Я вот считаю, что вот я написал вчера, что вот из-за этого, из-за этого. Если тебе спортсмен подтвердил это, значит, чуйка какая-то есть. Сейчас лидеры Гомельской области по женской борьбе Мария Мамашук, Виолетта Чирик и Наталья Ланько. Все они противоположности по характеру. Сегодня Сергей Смаль вспоминает, что в молодости он тоже не был покладистым спортсменом. Ему было тяжело работать с его тренерами, в числе которых был и Валерий Яковлевич Кожемякин. Но и им работать с молодым Сергеем Смалем было не легче. С моими тренерами мне было тяжело, и им тоже было тяжело, я скажу. Ну, как бы ни было, мне нравилось. Даже с тем же Валерием Яковлевичем, что иногда что-то там пробухтись про себя. Он говорит, что ты сказал? Пошел вон из зала. Я говорю, да я ничего не сказал, я просто там, да я все знаю. Ну, а с другой стороны, как-то подустанешь на тренировке, да. Ну, хорошо, что с зала выгнал. Ну, похоже, что на следующий день им же как-то и не хватает вот этого вот, чтобы он стоял рядом и здесь что-то говорил тебе, там, учил чему-то. Может, и у них тоже так же. Кстати, серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамашук пришла к Смалю сама, мол, хочу тренироваться только у вас. На тот момент у Сергея была неудачная полоса в тренерской карьере. Сказали, что я плохо работаю главным тренером у нас команды, вот женской именно. Сказали, едь домой, дома там готовь. Приехал домой, а как бы еще, я год, можно сказать, находился в воздухе так. Ну, вот за этот год мы тренировались так на общественных началах с ней, неофициально, скажем. Она была там еще в училище, ну, а я просто приходил ее тренировал. Хотя сам, ну, был просто, как в то время, спортсмен МВД, еще тренер МВД, ну, Динамо. Затем открылось отделение женской борьбы, и Маша стала одной из первых попавших туда. Сегодня рядом с Сергеем Смалем работает и Надежда Михалкова. Она была его самой первой ученицей и, к слову, единственной девочкой из региона. Остальные – гомельчанки. За свою бывшую подопечную, а ныне коллегу, заслуженный тренер очень рад. Но не все девочки готовы слушать бывшую воспитанницу Смаля. Больше девчонкам все-таки нравятся тренера, мужчины. Когда мужчина сказал, все, они более-менее беспрекословно это понимают и стараются это сделать. А вот женщины немножко по-другому начинают что-то фыркать, как как-то, кто-то мне сказал там. Типа, кто-то такая, вот только пришла, кто-то работает, и меня тут заставляет делать какие-то там упражнения и все остальное. А что, тут же Николаевич ходит или Евгений Викторович? Вот они, если скажут. Я сам себе говорю, что никогда в жизни не буду работать тренером. Это так тяжело, напряженно. Но по окончании именно моей спортивной карьеры как-то не слаживалось где-то. Остановиться на каком-то именно бизнесе, деле или работе какой-то. И в конце концов, опять же, старший брат и директор училища Олимпийского резерва предложили мне пойти работать тренером в училище Олимпийского резерва. Я решил попробовать, и как-то оно все пошло, пошло и пошло. За 41 год в спорте Сергей Смаль ни разу не пожалел о том, что остался в этой сфере. Хотя наш герой и не лукавит, временами от спорта все же устаешь. В такие моменты заслуженный тренер Беларуси уезжает на рыбалку, а к телефону даже не прикасается. Такие отъезды для родных Сергея не проблема. На сборах и турнирах он проводит значительно больше времени. Да, наверное, привыкли уже как-то, что говорить. Ну, тем более, дочь живет своей жизнью, у нее своя квартира, у нее там свои заботы, своя работа. Ну, как появляется здесь, да, ну, не знаю. Мы, наверное, даже сейчас больше иногда общаемся, больше перезваниваемся, чем раньше, когда я еще сам выступал. Ну, может быть, она была маленькая, может, ей хотелось там большего внимания, но не получалось. А сейчас я сам как-то стараюсь это внимание проявить и оказать. Уже привычка за столько лет, более в этом году уже будет 30 лет моей семейной жизни. Так что, я думаю, уже пора было ко всему привыкнуть. Ну, а с другой стороны, понимаешь, да, иногда вот, особенно сейчас на Тверской работе, это, ну, со своими ученицами я, получается, больше провожу времени, чем с семьей. У жены недавно было день рождения, у мамы было день рождения. Я находился на сборах, ну, что я сделаю? Оглядываясь назад, Сергей Смаль считает, что работа тренером – это то, что ему нужно. Кого тренировать легче, мальчиков или девочек, Сергей ответить не может. Говорит, что всех одинаково тяжело. Кнут и пряник у нас же не всегда так действуем. Он где-то покричал и все сделали, или там погладил, и все тоже нормализовалось. Надо искать какие-то слова, ну, значит, нахожу. Тренер, с которого я, в принципе, беру пример – это Коженякин Валерий Яковлевич, который был здесь в Гомеле в свое время. Уже давно умер, у него там проблемы со здоровьем были. Он был такой интересный, эрудированный человек, знал там наизусть Зощенко, цитировал это все. Я помню еще ребенком стоял, открыл рот, слушал, как он это все рассказывает. Где-то, наверное, с него так больше беру. Ну, и со своего старшего брата где-то тоже пример. Все равно же нахожусь всегда с ним рядом. И уже давно еще, когда сам боролся, то же самое, какие-то проблемы он мне высказывал, рассказывал. Какие-то я ему помогал решать. Кстати, мотивировать своих подопечных нашему герою необходимости нет. Все его спортсменки сами знают, какого результата хотят добиться. Сергей Николаевич учит девочек, как правильно преодолевать мандраж и проводить психологическую подготовку к выходу на ковер. Я их и учу этому, что сами прислушивайтесь к своему организму, ну, как вы подготовились, почему вышли на ковер, так легко вам было, или там, наоборот, почему так тяжело было. Ну, и, конечно, да, где-то ободряющие слова, где-то, может быть, в паре постоять, подвигаться, там, просто поговорить. Иногда просто помолчать. Сейчас перед спортсменками стоит задача отобраться на Олимпийские игры. Квалификационные турниры сдвинулись, а игры перенесены на 2021 год. Однако есть твердая цель – Олимпийское золото. Серебро уже есть. Субтитры создавал DimaTorzok